Накануне в России отмечали День парашютиста. В Северной Осетии тоже немало поклонников этого вида спорта. Более того, ежегодно в республике в этот день проводили соревнования. Их организовал Георгий Калоев, воин-интернационалист, председатель регионального отделения и общественной организации «Боевое братство». С тех пор, как его не стало, прошло три года. В этом году соревнования впервые проводят без него. На базе регионального отделения ДОСААФ вновь собрались любители и профессионалы из регионов Северного Кавказа. Тему продолжит Фатима Гадзеонова. На подготовку команды всего 20 минут. Прыгают как новички, так и опытные парашютисты. Как говорят сами, здесь главная практика. Стефан Фатни впервые ощутил свободу полета в 20 лет. Признается, страх – неотъемлемая часть этого спорта. Поэтому, несмотря на большой опыт, перед каждым прыжком захватывает дух. Дурак не боится только. Конечно, страшно. Разные мысли приходят в голову в время подъема. В основном, конечно, отвлекаешься, прорабатываешь в голове свой выход. От выхода падения, открытия полностью. И, соответственно, приземление, чтобы более точно приземляться. На сегодняшний день у меня был 79-й прыжок. Вообще, за мою карьеру, так скажем, 79-й прыжок сегодня. И впечатления какие? Работать, работать и работать. От собой, в первую очередь. И с воздухом борьба. Это потому что прыжки – это все полностью стихия. На поле сборной команды Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии. В каждой по пять человек. Строгое жюри оценивает, насколько верно участники выполняют определенные элементы. Прыжки выполняют на точность приземления. По правилам, каждый парашютист должен совершить пять прыжков. Задача – приземлиться на мат. В центре мата располагается так называемый «электроноль». Это радиодатчик, который определяет качество прыжка. Прыжки с парашютом совершают на базе регионального отделения ДОСАФ. Организации более 80 лет. Площадка не только радует любителей, но и готовит профессионалов для службы в армии. Несмотря на то, что у клуба есть проблемы, вот именно с парашютной техникой, люди с темно сюда тянутся, приходят, кто хотят совершить прыжок в своей первой жизни. Молодежь подходит сюда, тянется. Ежегодно 26 июля в стране отмечают День парашютистов. В нашей республике в этот день тоже проводили соревнования. Ежегодно соревнования среди парашютистов проводилось с Георгием Истриловичем Калоевым. Спустя три года, как его не стало, это впервые мы проводим соревнования, планируем их проводить ежегодно. По итогам соревнований победители получат медали и кубки. Но, как признаются сами участники, главное – незабываемое ощущение и чувство безграничной свободы, пока ты в небе. Фатима Гадзеонова, Диана Кабалоти. Новости Осетии.